вот именно в такие места нас тянет как магнитом мы нашли то что хотели местный авторынок в общем он был у нас по пути ребят вот этот фит 370 тысяч а вот такая красавица стоит 850 тысяч на сегодняшний день вот я вас и спалил какова красота всем привет у нас новое утро в абхазии в городе сухум и мы идем искать замок баграта прогуливаясь по улочкам мы видим как разрушенные строения так и новостройки вот допустим домик симпатичный и рядом вот вам пожалуйста вот такое вот здание можно сказать осталось вот эта вот стена этот фасад смотришь в окошко буквально сто метров там строятся новые дома выходим из-за поворота красивое здание с красивой архитектурой вообще впечатляют конечно такие постройки напротив также посмотрите на этот отель на эти уютные столики балкончики беседочки но рядом вот можно сказать вот такая вот запрошка и это здесь так примерно везде на всем протяжении нашего пути идем мы так идем ребят и понимаем что мы нашли местный авторынок в общем он был у нас по пути прикольная хондочка вообще красавица да здесь цены конечно же на японские автомобили должны отличаться в отличие от того сколько они стоят у нас в общем ребят если кому будет интересно альфарды стоят от 500 тысяч до миллиона 200 в зависимости от года и комплектации ну я думаю года здесь не сильно старые вот этот фит на абхазских номерах гибридный десятый год стоит 370 тысяч на сегодняшний день а растаможка ребят по азии нам сказали стоит от 10 до 30 тысяч за автомобиль а вот такая красавица стоит 850 тысяч на сегодняшний день 13 год здорово и приятно внутри двери чудесно открываются огромный салон возможно конечно здесь еще есть куча каких-то нюансов но вот такие цены примерно на сегодняшний день наша карта ведет нас по направлению к вон той горе но вот это не что иное как поспевает мандарин посмотрите какое рясное дерево а вот и виноград ой сколько всего вкусного верная дорога идем улица гора баграта и еще одно рясное дерево крупные хурмы кстати у нас здесь повсюду я имею ввиду деревья с урмой такое впечатление что золотые шары висят дерево украшено на новый год а вот и киви посмотрите как она растет очень похоже на виноград ребят мы были приятно удивлены вот так вот просто вдоль улице стоят горшки растут цветы никто ничего не трогает здорово проходим очередную заброшку похоже возможно на какую-то мечеть может мы конечно ошибаемся но все уже поглощает природа забирает свои объятия я говорю камеру можно и не выключать только посмотрите на эти цветы соленую голову вот именно в такие места нас тянет как магнитом вот такое нам интересно ниже говорит что вот этот вьюм не что иное как мексиканский огурец и у него вырастают кстати большие плоды рядом смотрите дерево фейхуа здесь много плодов и есть довольно таки крупные дорога нас привела к вот такой калитки надеюсь она открыта да все верно мы нашли то что хотели крепость или замок баграта вот так вот выглядит на сегодняшний день вот такая каменная стена все что осталось видимо от крепости такое огромное окно и я даже не могу сказать какой толщины это стена посмотрите уже корни деревьев растений покрыли ее но круто смотрится и я хочу сказать что стена довольно таки не маленькая она идет по кругу я поворачиваю камеру и вот такой вид на город на сухум здесь своего рода классная смотровая площадка будет желание можете подняться сюда кому нравятся такие места здорово несмотря на то что пасмурно и начинает капать дождик мы очень счастливы довольны что сделали это вот такие вот огромные куски видимо от того как она разрушалась ну и как же не попробовать забраться туда вовнутрь посмотреть что там и какие виды оттуда открываются это же очень интересно мало так все выглядит здесь внутри здесь конечно же все поросло растениями как стена так и все что здесь миша уже забрался наверх толщина ты посмотри стены какие же удары она могла выдержать это что-то подымемся и посмотрим вид отсюда уже какой открывается классно эта крепость была построена во времена абхазского царства и названа так честь царя баграта не то третьего не то четвертого ну в общем кого-то из них а вот такой вид с другой стороны крепости на горы на эти постройки и мы видим отсюда что дома примерно через один через два стоят заброшенные но виды отсюда конечно впечатляют обычно за нами всегда ходят собаки в любые походы но сегодня за нами увязалась кошечка поля ее погладила и она от нас не отстает ребят наворачиваемся с горы баграта хотим посетить еще центральный рынок и вот такие цены на мандаринки просто по улице цену на фейхуа форма по 70 рублей по пути встретили антикварный магазин Субтитры подогнал «Симон» А этот кадр именно для жителей Благовещенска Я думаю, они меня сейчас поймут Магазин три кита Прогуливаясь по улочкам Сухума, мы понимаем, что Сухум, он разный Начиная от новых кафе и ресторанов В таких интересных стилях От новых каких-то небольших интересных бутиков, магазинчиков Вплоть до разрушенных домов Но нам очень нравится здесь гулять Нам нравится эта атмосфера Мы мало что здесь, конечно, успели за эти два дня посмотреть Ну, значит, стоит сюда вернуться Вот идешь-идешь так, можно открыть дверь Там диск с кинопленками А вон даже один диск открытый Там какой-то фильм, наверное Возможно, здесь был кинотеатр Какая-нибудь Кавказская пленница Еще мы заметили, что вот такие здания с красивой архитектурой На вторых этажах практически никто не живет Первые этажи отделаны Там какие-нибудь красивые бутики Либо парикмахерские А вот так выглядит здание абхазской таможни Еще, ребят, мы заметили, что на дорогах города Сухум Практически нет жигулей Ну, или, может быть, нам так попало в это время Здесь очень много японских недешевых машин Европейцы Но жигулей практически нет Судя по этой атмосфере обстановки на улице Я так понимаю, что мы подходим уже к центральному рынку Начинаются торговые ряды И мы на центральном рынке города Сухум Прогуливаясь по рынку, я понимаю, что это своего рода как маленький город Со своими улицами, поворотами Также можно пройти и вкрытый рынок Я думаю, что этот рынок заслуживает просто целого отдельного выпуска Да, ребят, рынки в любой стране, в любой республике Это, конечно же, особый колорит И всегда стоит, если есть у вас возможность, прогуляться в таких местах Красивые специи, фрукты Конечно же, это есть и в нас в Сочи Но нам нравится посещать такие места в других странах, республиках Ребят, посмотрите, какой огромный каштан Есть немного поменьше, но это, видимо, другой сорт Оля хочет купить лайм Лайм по 40 рублей Сока сколько, да, сочный Очень вкусный Дают пробовать Вот такой, ребят, пакетик Я не знаю, там их штук 15, наверное, получилось Да, на 50 рублей купили лимона Лайм Как я уже говорил, что рынок это почти как город И нескончаемые ряды во все четыре стороны Цены везде, хочу сказать, разные Так что покупать здесь что-то или нет Если вы будете судить только вам Да, конечно же, можно, как и на любом рынке Поторговаться Вот здесь прям какие-то мандариновые ряды И мандаринки здесь практически у всех по 50 рублей Вот Оля решила тоже немножко купить Килограммчик другой Кстати, они довольно-таки уже сладенькие Вкусные, сочные Оля на рынке нашла вот такой зооуголок Ой, все такие мелкие Зоомир Здесь можно прикупить вот таких вот чудесных хрюшек Также здесь есть разные разновидности Курей Утки присутствуют, гуси Ну, в общем, индюки Ребята, скажите пару слов от Сухум Это уже такие большенькие два поросенка У них такая интересная краска Прикупили копченые рыбки Тает просто во рту 250 рублей лоточек Гуляя по рынку, вы найдете здесь немало вот таких вот недорогих и небольших кафе Где можно пообедать Также здесь можно отведать вкусных горячих пирожков Попить чайку А сколько стоят пирожки? Копейки С пылу, с жару, прям с печи Вот такие небольшие заведения мне все равно напоминают чем-то Азию Тот же Китай, да? Вид в Вьетнам А вот тоже вкусные ряды На рынке Абхазии Копченая рыба Копченое мясо Смотрите, даже скат копченый 750 за килограмм Также есть барабулька, скумбрия Сыры здесь очень красивые Сыр разный, овечи горные Они хоть и не дешевые Надеюсь, они очень вкусные Базар, продажа Вот гимнастика уму Перечислить трудно даже Все синонимы тому Бесконечному процессу Коль научно говорить Вечный двигатель прогресса Взять, отдать, всучить, нажить Продается все за деньги От таланта до штиплет Вы завели идеи Вернулись с рынка, так сказать В наш район Кстати, ребят, нам здесь очень понравилось Все удобно, все близко Ну а мы сейчас Соберем наши вещи Погрузим все в машинку Выселяемся с нашего жилья Все мы знаем, что у природы нет плохой погоды Но иногда она вносит свои коррективы В нашу жизнь, в наши путешествия Сегодня хотели посмотреть еще некоторые интересные места Беслетский мост Но дождик немного нам этому помешал И мы решили пойти пообедать Время уже 3 часа Хотим это сделать именно в кафе Нарта На набережной Различные отзывы есть об этом кафе И хорошие, и нет Ну, все мы люди разные И мы хотим дать шанс этому заведению Хорошая сразу, на первый взгляд Красивая, уютная территория Уютные беседки В общем, в какой-нибудь из них Мы, наверное, сейчас отобедаем Можно покушать и внутри И на втором этаже В общем, здесь очень много места Вот так вот это заведение выглядит Со второго этажа Как вы видите, вот там тоже очень много места Да, поднявшись наверх Можно покушать с видом на море Ну, также есть несколько столиков Вот здесь внутри Сидим, смеемся На рынке съели пирожки Что заказать? Мамалыга Это именно абказская кухня 500 грамм 60 рублей Говорю, ну, нам больше тогда Больше ничего не надо заказывать Мы наедимся Чай, 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 чай с молоком еще Для трапезы мы выбрали Одну из вот таких беседок Нам довольно-таки быстро принесли Наш заказ Люля-кебаб Хачапури с сыром Довольно-таки большой Печеная картошечка Овощи В общем, приятного нам аппетита Сейчас все попробуем Да, и соусы красивые Потом оставим свой отзыв Ребят, в кафе есть вот такой вот красавец Кушай, кушай, мамаш Ему нравится хачапури Он так побаивается местных работников Но, если будет возможность, угостите его Как здесь вкусно готовят, ребят, вы, наверное, видите по нашим тарелкам Отзывы бывают разные Но лично нам все здесь понравилось Быстро приготовили Все очень вкусно И стоимость нашего обеда 1560 рублей Это на четверо Да, спасибо большое Спасибо большое Спасибо, мам, мои дорогие И посмотрите на соседнее здание этого заведения Как выглядит эта стена Сказочно Интересно Как будто мы попадаем в какую-то историю джунгли Зашли на набережную в магазин вкусняшек Разные сладости Сушеные фрукты В общем, много-много всего сладкого Ну, Марьяна себе прикупила Ну, и вот такие вкусняшки здесь, конечно, есть Вчера прогулялись вечером по набережной Мы, кстати, не видели, что здесь сидит Вот такая девочка Заводит пластинку Ребят, мы здорово провели наши два дня в Абхазии А именно в городе Сухум И его окрестностях Как вам впечатление? Ребята, приезжайте сюда Это обязательное место для пребывания Если этот выпуск вам также понравился Не забывайте ставить лайк Подписываться на канал Делиться этим видео с друзьями Ну, а мы, как всегда, желаем вам Крепчайшего здоровья Да, отличного настроения Будьте добрее, веселее Путешествуйте И путешествуйте И входите в походы Оно всегда того стоит Все, всем пока Всем пока, ребята Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok